Расскажите, пожалуйста, о себе, какая проблема вас привела сюда. Вы супружеская пара, да? Да. Проблема наркотика, где их всех сюда приводят, длилась два года. Это проблема, пока жена за это уже не взялась. Из-за наркотика семья могла распаться? Да, конечно. Это очень быстро, это уже почти распалась. Извините за голос, потому что я на сеансах очень сильно интенсивно работал, кричал, плакал. Реакции такие, да? Такие реакции, что я голос потерял. Ну, я к тебе обращаюсь непосредственно. Что тебе дало лечение здесь? Надежду, надежду на то, что я мог бы быть нормальным человеком и жить нормальной жизнью. Я очень благодарен центру за все, что я здесь получил, за этот месяц. Это очень много и эмоций, и впечатлений. Очень помогло мне, мне хочется жить. До этого, ну, как-то это все пассивно было. Мне уже и жить не хотелось здесь, и все такое. А здесь мне хочется жить, работать, стараться. Стараться для семьи и ребенка. Как жене, вы видите изменения, что в нем поменялось, и каковы сейчас на данный момент результаты? Вы уже уезжаете завтра, да? Да, мы пробыли здесь месяц. И результаты очевидны. Ну, он стал более активный, стал более добрее. Это самое главное, наверное. Ушла вот эта агрессия. Ушла злость. И, ну, конечно же, сейчас немного страшно. Мы уезжаем, и немного страшно в эту жизнь возвращаться. Но хочется верить, что все будет хорошо. Муж не в эту жизнь возвращается. Ну да, но... Не верить. Да, ну вот страх немного присутствует. Но, конечно, вериться в то, что будет все хорошо. Потому что сразу же на вторую неделю, когда мы приехали, я увидела, услышала, точнее, как муж общается с ребенком. И как наш сын сказал, что мама, папа никогда в жизни мне таких слов не говорил. Я никогда от папы таких слов не слышал. А мама мужа сказала, что она не может дождаться, чтобы наконец-то обнять своего ребенка, которого ей вернули. То есть уже на вторую неделю было видно, что он сильно изменился. А сколько вашему ребенку лет, что он такие словасы? Восемь лет. Восемь лет у нас очень умный, да. Восемь лет у такие заметили изменения в папе. Да, хотя когда мы ехали сюда, он очень боялся, потому что случайно получилось так, что он видел на Ютубе часть сеанса и видел, что там происходит. И он очень боялся, звонил и спрашивал, мама, меня папа не забудет, меня папа не забудет. А потом уже он, конечно, говорил, папа, я так тебя жду, я так хочу, чтобы мы вместе поиграли в футбол, я так хочу, чтобы все было хорошо, и мы с тобой пойдем кататься на велосипеде. Ну так, то есть я вот надеюсь, что муж, потому что он был до наркотиков, был очень хорошим отцом, очень внимательным, и сын для него значил, не знаю, больше всего на свете. И поэтому спасибо вам большое, огромное просто спасибо за то, что вы ребенку вернули отца. Это правда. Что вы можете пожелать или хотите пожелать тем людям, которые сомневаются, лечится это или не лечится, стоит ехать, не стоит ехать? Не надо сомневаться. Не надо, ребята, сомневаться, потому что, ну, здесь вам помогут. Я тоже ехал с таким, ну... С кемтицизмом, да? Да, да, такое было. Но здесь вариант чудеса. Да, ну а я со своей стороны, как жена, могу сказать, конечно, это все хорошо, вообще там отойти или там идти на поводу, но лучше все-таки стараться... Вот если есть возможность повлиять, даже немного вот так силой, да, то лучше так, чем вообще ничего не делать. Я так считаю. Потому что, конечно, хорошо, когда человек сам к этому приходит, это вообще замечательно, но им трудно в таком состоянии, да, до этого дойти, потом большие, мне кажется, проблемы со здоровьем. А мы родные, ну, наша роль, наверное, какая-то такая все-таки помочь. И если мы можем как-то повлиять на то, чтобы они поехали лечиться, то тогда желательно это сделать. Даже если придется все отобрать. Да. Даже если придется. Все отобрать. Да. Так, как сделала я. Я забрала ключи, забрала документы, и вот так вот. Мне было некуда деваться. Что я, ну, сначала, когда она это сделала, я, ну, я злился и был в ярости. Я сейчас очень благодарен.